В цифровую эпоху с бесчисленным количеством технологических возможностей, гаджетов и высокой скоростью интернета общество быстро адаптировалось под современные условия. Появлением различных социальных сетей количество контента, который люди там публикуют и пересматривают, растет в геометрической прогрессии. Эксперты отмечают, что молодежь сталкивается с трудностями в бытовых и, казалось бы, элементарных ситуациях. Например, им тяжело сфокусироваться на одном действии или предмете, спокойно прочесть книгу, не отвлекаясь на что-то постороннее. Специалисты связывают это с растущим потоком информации, который получают пользователи сети. Дело в том, что объемы возможностей нашего восприятия небезограничны, и мы одномоментно можем наблюдать только один объект, сосредоточившись на чем-то одном. И в тот момент, когда нам нужно воспринять огромное количество информации, мы находимся в какой-то такой расфокусировке, да, мы теряем линейные связи, мы перестаем логически связывать одно с другим. Он настолько быстротечен, что мозг привыкает к постоянной смене темы сюжетов и потом уже не может воспринимать большую по объему материал. Все это отражает проблемы, пришедшие к нам вместе с бесконечным информационным потоком и огромным количеством сведений, доступ к которым дают нам СМИ и обычные пользователи сети. В тот момент, когда человек находится в ситуации информационного стресса, информационного такого коллапса, это явление, конечно, усиливается. И, ну, там уже не разглядеть причинно-следственные связи, не пронаблюдать, из чего все произошло и к чему идет, да, то есть нужно очень быстро ориентироваться в этом огромном океане информации. И поэтому здесь человек ищет спасательный круг, какую-то шлюпку, в которой он будет спасать себя и выплывать из этого океана информацией, и, ну, какие-то искать адаптационные стратегии. Вот то, что мы называем клиповым мышлением, это как раз стратегия адаптации человека к такому большому объему информации. Наш мозг себя так сохраняет. И, конечно же, в этой ситуации достаточно сложно смотреть линейные произведения. Категорично относиться к этому явлению не стоит, ведь у каждой медали есть своя сторона. Так отмечаются и плюсы так называемого клипового мышления. Среди них способность человека работать в многозадачном режиме и быстрее реагировать на происходящее, а, следовательно, быстрее решать внезапно возникшую проблему. Да и явление не так новое. Например, наши бабушки и мамы в свое время развивали клиповое мышление с помощью решения кроссвордов. Гаджеты же ускорили процесс глобализации явления. Конечно, принято считать, что клиповый тип мышления влечет за собой негативные последствия. И мы сегодня в ситуации, когда мы встречаемся с нейросетью, с искусственным интеллектом, мы синхронизируемся, адаптируемся, мы чему-то тоже учимся. Это очень интересно. Любая ситуация кризиса – это ситуация роста. И получается, что в этой ситуации нужно наблюдать за тем, как мы адаптируемся. Ни в коем случае не бить себя по рукам и не возвращаться в какие-то прежние стратегии, а давать себе возможность какой-то поддержки, заботы о себе. Неспособность сфокусироваться на одной задаче, рассеянное внимание, а также отсутствие эмоционального удовольствия от процесса выполнения какого-либо действия. Это повлияло и на массовую культуру, что можно наблюдать в том числе и в кинематографе. Художественные документальные фильмы советского периода наполнены долгими диалогами и драматическими паузами. Современное же кино стремится к динамике, острым поворотам в сюжете и постоянной смене кадра. На самом деле мы таким образом расширяем свои возможности. Маршал Макклюин говорил о расширении возможности человека. Так наш мозг приспосабливается к тому объему информации, к тому объему действий, который есть в шизофрении. Есть в мультифрении. Шизофрения – это такое особенное видение реальности, которое свойственно одному индивиду. То есть другой не видит этого, а я вот вижу такие галлюцинации. А мультифрения – это ситуация, когда очень такое разноплановое восприятие реальности, оно правдоподобное, оно такое многозадачное, когда мы все здесь можем видеть разную глубину происходящего. Несмотря на абсолютно очевидное несовершенство цифровой реальности, нужно отметить, что весь информационный поток и шум, который, несомненно, раздражает нашу нервную систему, буквально атакует наш мозг. Он успешно адаптируется под этот бешеный режим жизни. Эксперты отмечают, что не стоит отрекаться от технологии новшеств, которые пришли в наш мир. Наличие осознанного подхода у человека может изменить реальность и в лучшую сторону. В клиповом мышлении можно найти плюсы даже простыми действиями. Обычный разгрузочный день без социальных сетей, прогулки по свежему воздуху и обыкновенное наблюдение за облаками или звездами. Это поможет мозгу замедлиться и отстраниться от информационной суеты 21 века. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Николай Суховский. Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова